МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это телепроект «Знай наше». Сегодня я предлагаю познавательное путешествие в мир быстрой, вкусной и здоровой пищи. Согласны? Тогда стартую. Вы уже дома? А вот мы все работаем. Что-то я проголодался. Саш, оператор, ау, есть хочешь? Ну, можно было бы. Ну да пойдем поедим. Быстро и вкусно. И я знаю где. Центр Могилева. Ресторан быстрого обслуживания «Фанни Чикин». Это, можно сказать, местный Макдональдс, только свой, родной, отечественный. А давайте совместим полезное с полезным. Поедим мы с оператором, а заодно протестируем кухню и обслуживание. Уютненько, приятная музыка. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, мы хотим есть. Что можете предложить? У нас сейчас проходит акция весенние деньки. Возьмите, попробуйте. Туда входит стандартная картошка, ром и напиток на выбор. Мы согласны. Через три минуты заказ наш будет присаживаться. Спасибо. Ну что же, засекаем время. Ну что ж, ровно три минуты уложились. За скорость и вежливость персоналу ставим зачет. Но прежде чем приступить к трапезе, давайте сходим на кухню. Говорят, фастфуд это плохо и вредно. Девушка, позовите управляющего. Здравствуйте. Я управляющая ресторана «Фанни Чикин» и Виталия Казакова. Меня зовут Юрий. Это программа «Знай наш». Мы хотим узнать, как же вы готовите вот эти аппетитные на вид блюда. Мы рады, что вы к нам приехали в гости. Без проблем. Проходите, пожалуйста. Наталья, у меня с английским проблема. Я в детстве немецкий изучала. «Фанни Чикин» – это как переводится? Это веселая курица или забавный цыпленок. Но это отечественный бренд. Как бы основа нашего ресторана – это курица. Мы работаем на куриных полуфабрикатах. То есть мы получаем куриное филе. Отличительная особенность ресторана быстрого обслуживания – быстрое приготовление. В помощь специальная технология и специальные машины. Филе 5 минут, голень 8 минут, крыло 5 минут. А еще здесь готовятся латы, роллы и так далее. Фишка ресторана – картофель фри. Готовится у нас на подсолнечном масле. Масло у нас фильтруется каждый день. Куриные машинка. Сливаем мы ее через 3 дня. Говорят, что масло – это вредное, там много холестерина. Это неправда. Нет, нет. То есть есть можно, не бояться? Можно, можно. Ничего, вы видите, что у нас ничего искусственного здесь нет. Все продукты у нас свежие, ингредиенты как бы отечественного производства. У нас пища не калорийная. Мы же не готовим на различных котлетах искусственных. Мы готовим, вы видите, на курином филе. То есть можно кушать или бояться, что вот куриное филе диетическое. Куриное филе диетическое, да. У вас здесь работают такие симпатичные девушки? Молодые, да. Молодой, развивающийся коллектив. Это говорит женатый мужчина. Скажите, Наталья, а во сколько можно уложиться, в какую сумму, чтобы поесть мужчине, ну, среднюких лет? Ну, у нас постоянно какие-то акции, поэтому по акции обычно всегда от 39 тысяч, это хороший набор. А если нет, не хочешь акции, то в среднем около 60 тысяч. Подытожим, кухня оставляет отличное впечатление. Пора приступать к трапезе. Познакомьтесь, сильный оператор Александра Траса. Ты руки понул, Саша? Да, в общем. Поехали. Ну что, Саша, тебе нравится? Ммм, да. Очень вкусно. Согласен. Думаю, ресторан «Фанни Чикин» за что сдал. Быстро и вкусно. Очень вкусно. Ребята, я еще вам забыла сказать, что у нас есть «Фанни-почта» бесплатная. Вы можете подписать любую открыточку на выбор своей любимой, близкой, жене, детям, запечатать наш конвертик и положить к нашему курице-почтальону. И она доставит любой адрес нашего города Могилева. Приходите к нам. Это быстро, вкусно, весело. А теперь о вкусной и здоровой пище. Согласитесь, отличное сочетание качеств. Недавно я открыл для себя хлопья зародышевая пшеничная. Поверьте, это действительно классная штука. Здорово, вкусно и дешево. Хотите узнать больше? Климанский комбинат хлебопродуктов. Нам сюда. В роли экспрессорода у нас сегодня начальник мельницы предприятия Антон Корректор. Зарабачий Антон, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, где мы находимся? Что это? На данный момент мы находимся на культу мельницы ООО «Климагический КХП». Мельница. На мельнице у нас две секции – ржаная и пшеничная. При размоле пшеницы у нас получаются отруби, мука, ну и, соответственно, выделяется зародыш. Зародыш и пшеницы – кладезь витаминов и микроэлементов. Об этом позже, а пока нам пора на шестой этаж мельницы. Именно здесь и происходит самое главное. Продукт делим на разные фракции. Что-то идет дальше на размол, что-то у нас идет в муку, что-то идет в отруби. Вот этот агрегат расев имеет целый набор сил. Сюда поступает зерно пшеницы для тщательного просеивания. Видите, как трясется. Именно здесь из зерна отбираются зародыши, то есть хлопья. Вот смотрите, это уже они. Процесс производства хлопья, в принципе, простой. После арасева они поступают вниз на фасовку. Пакетики по 250 грамм готовы к отправке потребителю. Ну а теперь полезные советы. Ну сами хлопья зародышевые пшеничные. Я советую всем нашим людям употреблять пищу. Ежедневно, три раза в день, по две-три ложечки. Что способствует увеличению родоспособности, повышению остроты зрения. Ну и, соответственно, сами хлопья зародышевые. Хорошо выводят из гранитма шлаки, радионуклиты. А все потому, что зародыши пшеницы – наиболее эффективные источники натуральных витаминов. Особенно группы В. А еще они богаты фосфором, кальцием, магнием, натрием. Впечатляет? Эти хлопья рекомендуют детям, беременным, людям, страдающим болезнями пищеварительной системы, да и всем, кто хочет быть здоровым. Чтобы быть успешным, конкурировать на рынке, необходимо держать на пульсе этого рынка. И разрабатывать какую-то новую виду продукции. Вот у вас на предприятии как с этим было? Ну, естественно, мы ведем сейчас разработку четырех новых видов продукции. Скоро на прилавках магазинов появится серия мучных полуфабрикатов от Кремовического комбината хлебопродуктов. Это хлеб пшенично-ржаной для хлебопечки, хлеб для тостовых изделий для хлебопечки, пончики домашние и пирог маны. Ждем новинок. Мы готовы о них рассказать. Это был телепроект «Знай наше». Открывайте для себя новое «Знайте наше». Занавес. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова